В Казахстане треть выпускников вузов и колледжей ежегодно остаются без работы, а те, кому все же удалось трудоустроиться, работают не по специальности, с низкой квалификацией и зарплатой. Ситуацию обеспокоились сенаторы. Программа с дипломом в село с самого начала ее реализации у многих вызывала скепсис и даже иронию. Совсем не верилось, что молодые люди, окончив университет, могут променять городскую комфортную жизнь на работу в ауле, пусть даже за плюшки, предлагаемые государством. Но специалисты пошли. Однако теперь депутаты возмущены работой программы с дипломом в село. Она не закрывает потребности в кадрах и давно требует пересмотра, отмечает Лязат Сулеймин. В селах остаются работать только специалисты здравоохранения и образования, тогда как там не хватает представителей культуры, спорта, социального и агропромышленного секторов. Кроме того, из-за сокращения выделяемых средств на программу часть выпускников остается без обещанных выплат. По мнению депутатов, в стране имеются также населенные пункты, расположенные в сельской местности, но со статусом города, где численность населения значительно меньше, чем на селе, но с такими же условиями проживания, как в ауле. Выпускники вузов не хотят идти на работу в города районного значения по нескольким причинам. Во-первых, там не выплачивают подъемные пособия. Во-вторых, не выдаются бюджетные кредиты на жилье. В-третьих, зарплата ниже на 25%, чем в близлежащем селе к этому городу. А по мнению сенатора Лязат Сулеймен, даже в селах не хватает денег на программу. К примеру, кредит на приобретение жилья в Западно-Казахстанской области в прошлом году смогли получить лишь 70% заявителей, а дефицит средств превысил 757 миллионов тенге. Нужно мотивировать специалистов направляться не только в села, но и в моногорода. Также необходимо рассматривать вопрос повышения выплат и сумм выдаваемых кредитов для покупки жилья с учетом складывающейся экономической ситуации, а также расширить направление оказания поддержки. Как полагают депутаты, молодой специалист, завершивший обучение, прибывает на работу в сельскую местность. Но если вакансии нет, а это встречается нередко, выпускник получает не конкретное место работы, а направление для постановки на учет в качестве безработного. В случае отсутствия такой регистрации или необоснованного снятия с учета на выпускника оформляется судебный иск о возврате денег. Неужели квалифицированные специалисты готовились для этого, спрашивают депутаты. По оценкам экономистов, в каждом селе обычно функционирует одна единственная амбулатория, одна школа и один дом культуры. Эта программа будет экономически выгодна только в том случае, если вырастет число сельских производственных предприятий на селе, и для работы там будут привлекать молодых специалистов, уверяют экономисты.